Также в этом хадисе можно добавить очень важную пользу, а это опровержение тем течениям, которые говорят о том, что из хабар-уля-хад не берется убеждение. Хабар-уля-хад, барак лауфикум, в науке терминологии хадисы, есть ученые делят сообщения на два вида хадиса. Говорят, есть хабар-мутаватир, это когда огромное количество людей передало сообщение огромному количеству людей, те передали огромному количеству людей, вот так вот дошло до наших дней. Ахабар-уля-хад, это когда барак лауфикум, количество передатчиков в той, то есть, мы же сказали, огромное количество людей, это одна прослойка, передало огромному количеству, другая прослойка, это называется табака, по-арабски вот эти прослойки, как, например, сахабы передали табиинам, табиины передали табиинам. И вот говорят, барак лауфикум, хабар-ахад, это когда в одной из этих прослойек нету такого количества людей, чтобы называть это огромным количеством людей. Он говорит, если сообщение такое, то хабар-ахад не принимается в вопросах убеждений, из него убеждения не берутся. И это барак лауфикум является уловкой философов. То есть, барак лауфикум, когда некоторые философы придумали всякие правила, по причине которых начали отрицать имена и атрибуты Всевышнего Аллаха по Наталье, и все, что связано с скрытым миром, и когда ученые зажали их некоторыми доводами из Курана и Сунны, и они не могли уже найти какого-то выхода, опираясь на свои правила, они придумали такое правило и сказали, что хабра-ахад, из него акида не берется. Барак лауфикум в этом хадисе, Алибну Абитали, пророк сказал ему, сообщи ты им о том-то, о том-то, о том-то. После того, барак лауфикум, как кто-то из этих людей, пану Исраилю, услышал Алибну Абитали, и не принял ислам и умер на этом. Будет ли ему оправдание в судный день? Нет, не будет. Точно так же на прошлом уроке мы разбирали хадис Муаза. Муаз, пророк посылает Муаза в Йемен и говорит, сообщи им, о том-то, о том-то, о том-то. То есть, пусть первое, к чему ты их призовешь, будет шагада ла и лахла. Если жители Йемена, услышав Муаза Радалан, умерли бы, не уверовав, было бы им оправдание? Нет, не было оправдания. Значит, хабра-ахад достаточно. И когда, барак лауфикум, в наше время кто распространен этими убеждениями, это Ашариты, Матуридиты и особенно Хизбут-Тахрир, барак лауфикум, они говорят, Хизбут-Тахрир, то, что мы не принимаем сообщение хабра-ахад в вопросе акиды. Если к тебе придет такой человек, ты ему скажи, вот ты мне говоришь о том, что нельзя принимать хабра-ахад в вопросе акиды. Я же должен быть убежден в этом правиле, который ты говоришь? Он говорит, да. Значит, это связано с акидой. Вот приведи мне огромное количество людей, чтобы это огромное количество людей передало от огромного количества людей. А это огромное количество людей передало от огромного количества людей. Вот так вот до пророка салсам, что в акиде хабра-ахад не принимается. Вот если ты мне придешь, тогда я приму. А если нет, иди отсюда, потому что ты сам своему правилу противоречишь. На этом заканчивается глава о призыве к святительству о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok